КАРТИНЫ ХУДОЖНИКОВ Князь Феликс Юсупов, граф Сумароков Эльстон, русский генерал-лейтенант, генерал-адъютант, главный начальник Московского военного округа, главно начальствующий над Москвой. В связи с отсутствием сыновей у его тестя, последнего Юсуповых, в 1885 году особым императорским указом граф Сумароков Эльстон получил дозволение унаследовать его княжеский титул и фамилию. С тех пор именовался князем Юсуповым, графом Сумароковым Эльстоном. Такой же титул носили его сыновья Николай и Феликс. Владелец крупного поместья в Таврической губернии. 19 июня 1915 года, после антигерманских погромов в Москве, которые он не смог оперативно пресечь, был освобожден от должности главного начальника Московского военного округа. А 3 сентября 1915 года и от должности главно начальствующего над Москвой. После организованного сыном убийства Распутина, попал в немилость, вынужден был удалиться в Курске имение Ракитное. После Октябрьской революции уехал в Крым. А 13 апреля 1919 года вместе с императрицей Марией Федоровной на британском дредноуте Мальборо покинул Россию. Жил в Италии, умер и похоронил в Риме, на кладбище Дистаччо. О характере отца младший князь отзывался так. Имел более здравомыслие, чем глубокомыслие. За доброту любили его простые люди, особенно подчиненные. Но за прямоту и резкость порой недолюбливало начальство. С женой они были совсем разные. И понять он ее не мог. По природе солдат ее ученых друзей не жаловал. Бывший московский губернатор Жюнковский писал в воспоминаниях. Князь был хороший, добрый человек, но делал оговорку. Однако несколько упрямый, имел большой опломб и привычку смотреть на все более чем легко. И говорил все это пустяки, любимые его выражения. В записках офицера Владимира Дагадина есть такая запись. Его называли «золотым мешком» и говорили, что многие из великих князей были у него в долгу. Ему принадлежали чуть ли не более 60 имений в различных частях России, для управления которыми существовало собственное главное управление с целой системой хозяйственной и финансовой администрации. Он был высокого роста, плотного телосложения, держался напищенно, уподоблялся индюку. В общих разговорах мало принимал участие. Только один раз пришлось наблюдать, как он с другим генералом серьезно обсуждал вопрос о разведении кур. И забавно было видеть, как эти два важных генерала рассуждали об этом сельскохозяйственном деле, обнаруживая в нем свои наивные познания. Ну вот так вкратце описание из интернета о портрете Николая Николаевича Бекера, портрете князя Юсупова, графа Сумарокова Эльстона Старшего в мундире кавалерградского и ее величества полка. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok